У нас в гостях Дмитрий Ягодкин, директор программы Высшей школы государственного управления президентской академии. Доброе утро! Доброе утро! Буквально на днях в Далевском университете состоялось торжественное открытие образовательной программы по комплексному обучению лиц, замещающих должности в органах публичной власти Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонских областей. Расскажите поподробнее, что там такое происходило? Да. Президентская академия, как главная кузница управленческих кадров для публичной власти, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, выполняет, соответственно, реализует этот комплекс программ. То есть у нас три уровня. Высший уровень – это заместители председателя, глав республик и, соответственно, областей. И это уровень министров. Это 300 человек, которые будут учиться по большой сложной программе. Второй уровень – это базовый управленческий уровень. Это уровень замминистров и до начальников отделов. То есть это те управленцы, которые в регионе решают отраслевые проблемы. И это 2000 человек, и у них, соответственно, 12 потоков, и они будут обучаться сначала в Москве, затем в Ростове и затем в Судаке. Уже у нас есть один выпуск полностью от учившихся, и, соответственно, со всех регионов. И третий уровень – самый массовый. И тот уровень – те управленцы, которые находятся ближе всего к людям. Это представители местных органов самоуправления и подведомственных организаций. Это 3700 человек, которые в 25 потоков до конца года пройдут обучение в формате двух очных модулей и одного модуля дистанционного. То есть это что значит? Это значит, мы на четырех площадках – это Луганск, Ростов, Севастополь и Симферополь – пройдут 5-6 потоков на каждой из площадок, где 150-170 человек будут совместно получать знания и повышать свои компетенции в современном управлении. Как, соответственно, муниципалитетам, какие изменения нас ждут, потому что и для новых регионов это новые знания. Кроме того, и в России сейчас происходит большая трансформация местного самоуправления. Уже готовится новый закон, который будет реализован. И здесь я хочу сказать, что как раз новые регионы двигаются чуть-чуть даже впереди, потому что да, там как раз у них реализованы все такие интересные новеллы для этого. Поэтому управленцам этого уровня, на мой взгляд, действительно сложно, потому что новое законодательство, новые требования к документообороту, это и новый бухгалтерский учет. Все эти знания мы постараемся дать, ну, может быть, не так широко, да, но мы обозначим основные направления, где можно эту информацию в дальнейшем брать, к каким экспертам обращаться. Ну и самое главное, что мы, задача у нас их познакомить между собой, чтобы все четыре региона были в контакте. Да, 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 это очень важный элемент современного образования взрослых людей. Это, конечно же, нетворкинг и взаимодействие друг с другом. Вы сказали, что уже одна партия, скажем, отучившихся есть. Да, у нас и на базовом уровне на прошлой неделе закончилась такая программа из четырех модулей, и уже в Ростове первый пилотный выпуск, он уже прошел, и люди получили удостоверение. Сейчас вот буквально в параллели с нами происходит второй поток выпуска в Ростове, да, который, соответственно, точно так же в пятницу получит свое удостоверение о повышении квалификации нашей президентской академии. Здорово. А сколько, например, вот среднестатистический управленец по времени проходит вот эту вот переподготовку, в общем-то? Ну, сама программа рассчитана на 120 часов. Мы давно реализуем подобные программы, и наш подход позволяет нам в таком режиме эксперимента, да, и использовании современных технологий в день мы, и вот эти вот три дня учебных, по 12 академических часов. То есть это сложно, это тяжело. Да, это интенсивно, и здесь, ну, нужно сказать, что требует от участников, конечно же, определенных усилий. Но 36 академических часов в течение трех дней доходит. Но здесь же, вы понимаете, здесь же очень важно, чтобы у людей сложилось понимание, куда можно обращаться, какие вопросы, кому задавать их, да, и приглашая преподавателей, прежде всего, экспертов в этих областях, мы надеемся, что у участников на часть этих вопросов ответы будут во время самого модуля, потому что мы, вот я сказал про пилотный выпуск, да, мы этот пилотный выпуск готовили большой командой управленцев, то есть мы, соответственно, все четыре площадки, все четыре университета приглашали в Ростов, где федеральными экспертами совместно с преподавателями делали такую максимально насыщенную программу и разбирали кейсы. Это очень важно, приглашать специалистов с земли, там, мэров, заместителей по определенным, ну, заместителей главы города, представителей, там, отдельных подведомственных организаций. У нас там есть хороший кейс, где главный бухгалтер колледжа, будучи кандидатом экономических наук, и очень хорошо разбираясь в экономике, на примере я рассказывал на кейсах, с какими проблемами может столкнуться бухгалтер. Вот таким образом это реализуется. На ваш взгляд, вообще, почему вот сейчас вот в нашем современном обществе настолько сильно востребовано вот это вот направление управленцев? Смотрите, высокая скорость, высокая скорость изменений, постоянное удвоение, да, мы говорим, там, каждый год информация минимум удваивается. То есть вот это вот огромные массивы информации, они предъявляют совершенно безумные требования как раз и к управленцам, потому что человек должен разбираться не только в своей узкой отрасли, да, а те, кто занимается управлением, и прежде всего, на государственной, там, в муниципальной службе, то есть в органах публичной власти, они должны уметь пользоваться и современными гаджетами, да, современными, там, программами, и собой управлять, своим временем управлять. Конечно же, ну, я так скажу, что в госуправлении всего мира тренд на, ну, то есть вот этот вектор, да, на постоянное повышение квалификации, он востребован в том числе и от того, что это та область, где очень часто уровень знаний и компетенций чуть ниже, чем в бизнесе, то есть бизнес обладает большим инструментарием, чтобы привлекать к себе лучших. Мы же привлекаем тех, кому прежде всего не все равно, кто не безразличен, то есть кто обладает, кто желает приносить какое-то благо, да, это несколько другие люди, вот, и нам таких тоже нужно искать. Я бы сказал, что здесь вот проблема вот где-то вот здесь вот посредине, между подготовкой, накачкой их новыми знаниями, да, и, соответственно, тем, чтобы люди работали с людьми для людей. Поэтому неудивительно, что последние несколько лет в ход вошел, в обиход вошла там клиентоцентричность, то есть человекоцентричность, да, это как основной принцип реализации публичной власти. Как вы считаете, вот сколько понадобится времени для того, чтобы партия обучившихся людей отсюда, от нас, допустим, ну вот возьмем Луганскую народную республику, сколько потребуется времени нашим управленцам, которые получили нужные знания необходимые, переподготовку прошли, для того, чтобы уже показывать на месте хороший результат? Ну, на вскидку. Я понял. Давайте я попробую ответить сложно, а потом упростить. Не зря я сказал, что вот эти, назвал цифры, 6 тысяч всего человек, 2 тысячи, там, средний уровень, 3 тысячи, 700. Это вот как раз линейный. Это, на наш взгляд, ну вот как раз организаторов программы, это тот минимальный, минимальное количество, которое требуется для того, чтобы процессы изменений только запустить. Конечно же, конечно же, мы верим и понимаем, для нас есть критерии эффективности, мы понимаем, что первые изменения люди должны почувствовать в этом году. То есть изменения в подходах, в управлении, да, изменения в своем ощущении того взаимодействия с органами власти, граждане должны ощутить в этом году. Однако, здесь есть другая крайность. К сожалению, мы находимся, во-первых, в условиях переходного периода, да, вот это тоже накладывает определенный отпечаток. А второе, второе не менее важное, то, что ряд вопросов, они не могут произойти одномоментно. То есть если мы, например, в этом году, в следующем году, да, запустим тот же сайт, тот же самый сайт госуслуги, да, если мы откроем МФЦ, да, то есть мои документы, и люди будут иметь возможность там получать, если не все, то большинство услуг, да, это будет понятным эффектом взаимодействия. Взаимодействия, потому что как раз вот мои документы, у нас тоже для этого есть такой практический тренинг, где показываем, как важно органам, различным органам власти взаимодействовать между собой, потому что для людей эта услуга, они не понимают, что там происходит множество коротких взаимодействий, большого числа этих самых проверяющих, контролирующих, реализующих органов, да. Вот, поэтому здесь я хочу сказать, что первые изменения в этом году, но переходный период будет непростой, и опять же, чтобы не обманывать никого, только что были в Крыму, в Севастополе, часть переходного периода там продолжается до сих пор. И это тоже понятно, это разумно, и на это тоже нужно настраиваться, это работа вздолгую. Например, трансформация Луганского государственного университета, она, с одной стороны, на мой взгляд, будет происходить быстро, да, но ему нужно будет пройти длинный путь, чтобы встать в, ну, то есть встать в те стандарты, по которым работают все российские университеты. И мы в этом тоже готовы активно помогать, в том числе и привлекая дополнительные программы федеральные и реализуя их совместно с Далевским университетом. Спасибо вам огромное за вашу работу, в первую очередь хочется мне сказать вам. А во-вторых, спасибо, что пришли сегодня к нам и рассказали о таком чудесном, ну, проекте масштабном очень. Я надеюсь, что все получится, что все обучатся и все будет хорошо. Спасибо вам, это наша общая работа, поэтому здесь я нисколько не сомневаюсь в успехе. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Дмитрий Ягодкин. Хорошего вам дня. Спасибо, всего доброго. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск-24.